очень многих рыболов всегда волнует вопрос как правильно становиться будь то ловля судака будь то ловля щуки и вот в этой передаче я как раз хотел именно детально рассказать как это сделать торчит вот и первая рыбка наша не хочет выходить какая рыбалка с юрием петрушем а наконец-то похолодало ночью появились первые минусовые температуры и это говорит о том что начинает падать трава и начинает активизироваться хищник сегодняшняя рыбалка будет проходить с моим старым другом с моим партнером по рыболовному спорту сергеем блескном сегодня мы будем ловить щуку я очень надеюсь что нам попадется обязательно трофейная щука ну а пока займемся ее поиском то что касается приманок я думаю при поиске рыбы в данное время заморачиваться особо не стоит можно начинать поиск той приманкой в которую вы верите больше всего ну а правило с которым стоит продолжить рыбалку это после того как появятся первые контакты там покусывание или что-то еще какие-то поклевки нежадные тогда уже стоит там что-то менять ну а начинать искать рыбу стоит с проверенной приманки я предпочитаю данным в данном случае использовать и брохвост следуя правилу что если яркая погода яркий цвет пасмурная погода темный цвет вот и первая рыбка наша выводим ее на свечку чтобы она у нас потанцевала еще не хочет выходить какая вот за это я люблю щуку ой какая красавица сегодняшнюю рыбалку открыла вот такая красотка ну я думаю здесь уверенных килограмма полтора вот ну и как я говорил взяла на виброхвост вот очень жадно видно яркого цвета вот наш виброхвостик солнечно яркий виброхвост щука взяла жадно настроение становится лучше почти два килограмма у нас получилось рыбка кило 940 сейчас я поймал рыбу чистого то есть мы стоим на границе травы и для того чтобы понять где сегодня искать рыбу мы пройдемся эхолотом в этом месте где была поймана щука и будем искать аналогичные места сейчас мы сделаем еще один прием мы зашли на место где была поймана рыба здесь глубина порядка четырех с половиной пяти метров и вокруг нас трава и вот стоя здесь мы сейчас веером вокруг себя обловим и возможно вот на подходе к этому месту с разных сторон можно будет поймать еще одну а если повезет то более щук при ловле щуки в подобных условиях я хотел бы поговорить о весе о весе свинца который я использую как правило это ну самые часто используемые веса 12 и 15 грамм начинаю я в принципе всегда практически всегда с 15 грамм на мой взгляд это самый универсальный вес при ловле на глубинах от 2 до 7 метров что особенного в проводке проводка здесь используется самая простая это три максимально резких оборота катушки это делается для того чтобы приманка максимально быстро взлетела вверх и потом пауза вот эти два-три быстрых оборота катушки они заставляют ну на мой взгляд у рыбы не спросишь привлечь щуку с большого расстояния и потом когда во время этих оборотов приманка взлетела вверх мы привлекли внимание хищника и потом приманка плавненько опускается поэтому вес 15 грамм он самый как бы универсальный иногда используется 12 это при ловле на глубинах ну максимум до 4 метров и особо мельчить ну я не сторонник особо мельчить с весом бывают случаи когда работает и 2 и 3 и 5 грамм но это вот больше летняя тема осенью мы как можно быстрее показываем хищнику где наша приманка даем длительную паузу и ждем поклевку при ловле щуки используется много разных монтажей это и офсетный крючок и двойник и монтаж со штопором один из моих самых любимых монтажей это классическая джиг головка во первых потому что ну наверное это самый быстрый способ оснастить приманку и несмотря на то что здесь открытый крючок она максимально не зацепляемая приманка почему потому что крючок всегда один он смотрит вверх и очень часто вот он проходит траву вот таким образом не цепляясь и даже если где-то он цепляется траву цепляет траву резким рывком эту траву можно сбросить ну а для того чтобы засечь и удержать хищника его вполне достаточно буквально за несколько секунд поменялась погода зашло солнце поэтому можно снять очки и поменять цвет силикона я ловил на яркий виброхвост и сейчас поставим вот такой вот темный это тоже такой универсальный цвет коричневый который полюбился многим рыболовом как при ловле судака окуня и щука его тоже очень любят ух ты срез ой ну вот именно вырвала удочку ой руки трусятся вот только что когда я поставил более темный виброхвост буквально где-то на седьмом-восьмом забросе вот была мощнейшая красивейшая поклевка и флюрокарбон диаметром 055 вот был срезан ну вот как зимняя тонкая леска поэтому исключаем флюрокарбоновый поводок никаких игрушек ловим только на металл а 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 буквально несколько секунд назад у сергея была мощнейшая поклевка я наблюдал это зрелище поклевка он упёрся в рыбу и сразу скот буря эмоций супер ловля щуки это всегда супер-супер-супер рыбалка с юрием петрушем так anson а а а и Хорош! Хорош! Давай, давай! Тут вот с берега прямо, вот здесь вот трое. Красиво! Красиво! А вот рыболовы думают о рыболовах. Водичка. Ну, спальняшки. Да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так тяжело идет Не знаю Какого она размера Но поднять себя не дает Давай поднимайся Мы все равно тебя отпустим Хорошая Такая же хорошая Вот хочу отметить Опять сработал тот же силикон И вот у щуки Вот видны следы Нападения по всей вероятности Другой щуки Вот с этой и с этой стороны Даже страшно Представить Чьей добычей она могла оказаться Но поймали ее мы Вот еще есть особенность В каком месте погнут поводок Насколько глубоко она ударила И наверное Если бы был флюрокарбон Она бы его срезала Вот так яркий боксер 4.5 Опять я к нему вернулся Получил на него пару поклевок Буквально минуту назад Был на него хороший исход И я бросил Ну недалеко от того места Не могу сказать что прям туда Метров в пяти И вот сразу атаковала Такая азартная щучка А вот и у Сережи Поклевка Но произошла на воблер На воблер чуть помельче Но тем не менее Тоже своей поклевкой принесла Радость Сергею Вот сейчас Сергей решил Переключиться на воблер Тут очень красивое место Достаточно высоко поднимается трава И вот буквально со второй проводки На паузе Классика Поклевка И щука у нас в лодке Ох как красиво было Но видишь где круги у меня расходятся Вот я бросил так Держу держу Да Ну именно как в книжке А вон поводок даже опять погнуло Вот сейчас я хотел бы рассказать О месте и о способе подачи приманки Там где вот была поймана щука Ну и перед этим была поклевка То есть при ловле щуки существует несколько видов постановки И вот одна из них Которая очень актуальна Для осени Выглядит следующим образом То есть мы стоим на чистом И перед нами вот идет полоса травы И мы бросаем не вдоль травы А бросаем как бы в траву Из травы приманка выходит на чистая И щука очень часто стоит Вот на самой границе Стоит в самой траве И когда приманка из травы Выходит на чистая Щука вот ее как бы догоняет Значит такая постановка Очень часто является более успешной Потому что кромка травы Она почти никогда не идет ровно Она вот идет Ну вот какой-то волной Где-то трава глубже уходит Где-то больше выходит на глубину И если бросить вдоль травы Ну мы обязательно насобираем ее очень много А бросая в траву Из нее выдергивая Шансов то что приманка выйдет более чисто Гораздо больше То что касается снасти Осенью имеет смысл ловить На оснащение с открытым крючком Даже в траве Почему? Потому что осенью Когда падает температура И трава начинает падать И подгнивать Она очень легко прорывается И вот резким движением Очень легко сбрасывается Летом я бы рекомендовал Все-таки ловить овсетным крючком Потому что прорвать траву И сбросить крайне сложно А осенью когда трава уже подгнивает Можно спокойно ловить открытым крючком Существует также постановка наоборот Вот если вам некомфортно Вот как бы выдергивать из травы Вы можете заходить в самую траву Бросать точно так же верным забросом на чистое И подтягивать к траве Но самое важное Когда вы видите что приманка уже подошла к траве Не выматывать А вот заводить приманку в самую траву Ничего страшного То что вы зацепите траву Это займет несколько секунд Чтобы ее сбросить Но очень важно Именно завести в траву Потому что щука Не всегда Имеет желание далеко Выходить за приманкой А таким образом Вы как бы подносите приманку К ней максимально близко И так как все выглядит Вот мы бросаем Не стесняясь Примерно на край травы Но не перед травой А вот как бы в траву А вот и поклевка Прямо в траве На падении Значит и продолжаем проводку То есть Вот только мы почувствовали траву Мы вот очень резко продергиваем Чтобы трава не осталась у нас на крючке Если мы будем быстро тянуть То этого не произойдет То есть сброс травы И прорывание травы Это то же самое Как качественная хорошая подсечка То есть очень короткая И очень резкая И вот сейчас Произошло то О чем я говорил в предыдущих Ну вот Сейчас видно Вот я не сбросил до конца То есть Трава уже старая Гнилая И вот она Совершенно легко Совершенно легко Сходит с приманки Кстати вот хочу Обратить внимание На данную траву Эту траву Любит щука В простонародье Ее называют салат Именно эту траву Больше всего любит щука Конечно же Гораздо приятнее ловить Щуку именно с бровок С чистого Когда ваша приманка Не цепляется Но в этих местах Щука находится Ну скорее вот уже Ближе к декабрю Когда полностью мелкая рыба Ушла с небольших глубин Сейчас вот мы выбрали Такую тактику Ловить на пограничных участках Чтобы была и трава И глубина И так как мы вдвоем Мы поочередно проверяем И траву и глубину Была щука поймана Из чистого Было поймано Несколько штук Из травы И вот проходя В таких участках Вы вот определяете Именно сегодня Она еще в траве На летних местах Либо уже спустилась На бровку Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты хорошая Хорошая Прямо из подлодки Я думаю Сережа получил Истинное удовольствие От поклевки Ну сейчас На рыбу мы Сейчас мы ее покажем Причем взяла Наверное Больше чем 6 метров Ой хорошая Ой и сошла Прямо Ну я не видел Ага Да Да Очень многих рыболовов Всегда волнует вопрос Как правильно становиться Будь то ловля судака Будь то ловля щуки И вот В этой передаче Я как раз Хотел именно детально Рассказать Как это сделать И сейчас произошла Именно вот Классическая ситуация То есть Как это все выглядит Идет узкая канава Буквально шириной метров 50 И мы идем ровно посредине По самому глубокому месту И забрасываем Влево и вправо В траву Выдергиваем оттуда приманку Приманка у нас Выходит из травы И потом идет В самое-самое глубокое место И в один заброс Вы облавливаете Практически Все предполагаемые Места стоянки щуки То есть И трава И ближняя бровка И самое глубокое место И вот сейчас У Сергея В самом глубоком месте Села хорошая щука Ну метра не хватило Для того Чтобы показаться на камеру То есть Мы с трепетом наблюдали Ну к сожалению Выплюнуло на приманку У самой лодки Но тем не менее Данная вот тактика Стратегия Поиска рыбы Она очень успешная Я повторюсь Мы бросили в траву Вышли из травы Прошли ближнюю бровку Опустились В самое глубокое место Тем самым В один заброс Мы проходим Абсолютно все участки Подошла к концу Сегодняшняя наша рыбалка К большому сожалению Это была не та рыбалка Где можно поймать 30-40 штук Но тем не менее Несколько экземпляров Нам удалось уговорить Были обидные сходы Были хорошие поклевки Основной темой Сегодняшней программы Было Каким образом Искать щуку Осенью И каким образом Правильно ставить лодку Надеюсь Наши рекомендации Пригодятся даже Опытным рыболовам Если вам понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал До встречи На следующих рыбалках Рыбалка с Юрием Петрушем